Донецкий стадион Шахтер И это же не какой-то захолустье, а фактически самый центр Донецка, города-миллионника, который уже более девяти лет контролируется Россией. И так и хочется уточнить, а что такое? Не хватило времени порядок навести? Или классическое медведевское «Просто денег нет, вы держите здесь» на Донбасс прежде всего распространяется? Подозреваем, что именно так. Ведь денег нет не только на стадион в центре города, но и, например, на жизнь раненым коллаборантам. Они вон уже который месяц ноют и к Путину обращение пишут. Мы раненые и родственники погибших за 2022 год. Мы подали документы в Минсуцтруда, и нам сообщают, что нет финансирования. У раненых военных нет средств на лечение, а у семей погибших нет средств к существованию. Мы военнослужащие Донецкой Народной Республики, получившие ранения члены семьи погибших военнослужащих, обращаемся к президенту Российской Федерации с просьбой посодействовать нам в получении гарантированных государством компенсаций. Нас тысячи. Мы находимся в отчаянном положении. Многие месяца мы слышим единственный ответ – финансирование отсутствует. Ну да, видели бы эти кадры жителей Донбасса в 2014 году. Желающих наворосить было бы явно меньше. Но люди, которые не могут прокормить себя же сейчас, тогда под влиянием пропаганды были уверены, что кормят всю Украину. Говорят митингующие, мы не хотим за свой счет кормить всю западную Украину. Мы их кормим, понимаете? Мы работаем, а они вот то там пляшут, то танцуют, то бастуют. На 9 лет украинской власти там нет, а выживать становится все сложнее. Прежде всего, потому что России Донбасс оказался нужен исключительно как кладезь дешевого пушечного мяса. В Донецке не произошло никаких тенденций положительных. Сейчас там вообще отсутствует такая категория, как взрослый мужчина в возрасте там от 25 до 55 лет. Там обескровлена территория. Народная милиция, там 4, 5, 6 состав уже меняет свой. Их продолжают стачивать в бессмысленных лобовых местных так называемых штурмах. Ну а чтобы местные активно шли воевать, Путин и компания методично уничтожили промышленность Донбасса. Логика, видимо, в Кремле проста. Чем меньше вариантов для работы у людей, тем больше от безнадеги возьмет в руки оружие. Это безумие дошло до того, что Россия принялась не просто уничтожать, а и вырезать на металл легендарные градообразующие предприятия. Например, тот же комбинат Ильича в Мариуполе был флагманом украинской металлургии. И вот что, по словам коллаборанта Царева, с заводом случилось после оккупации города. Мне пишут из Мариуполя, остались знакомые еще с того времени. С грустью пишут, что после войны это когда Мариуполь освободили. Вместо того, чтобы нажать две кнопки и запустить металлургический комбинат Ильича и выдавать продукцию, началось разворовывание завода. Разворовывание под видом разминирования. Военное подразделение вывезло все, что можно и нельзя. И вывозят до сих пор. И это ж свой. Здесь не спишешь наук, и все придумали. С другой стороны, подобный сценарий был очевиден еще с самого начала. Ведь русский мир очень вкусный и привлекательный исключительно по телевизору. Когда Россия приходит, это хлеб, это крыша над головой, это восстановление жилья, это тепло, это свет. И то, что сегодня делает российский солдат, это освобождение и спасение русского мира, русского народа. А вот в реальности, ну прежде чем бежать на референдум, стоило посмотреть даже не какие-то альтернативные источники информации, а банально на уровень жизни в таких же островках русского мира. Например, в том же Приднестровье, где люди реально нищие, несмотря на российские паспорта и отсутствие войны. Сын помогает, что-то дает. А так вообще не на лекарства. Мы лишены всего. Мы лишены врачей, стоматологов, все на свете. Продукты. Там не хватает даже за квартиру заплатить. Я получила 600 рублей. Я остался на работе, но нам просто сократили день рабочий. Работаем сейчас по три дня в неделю, а деваться некуда. Надо оставаться, потому что работу сейчас не найдешь. Хотя лично нам, куда показательнее Приднестровье, кажется, пример Абхазии. И это же не просто какая-то территория с российской военной базой. Это реально райский уголок на земле. Место, куда могли ехать туристы со всего мира. Когда-то названия знаменитых абхазских курортов Гагры, Питсунда звучали для советского человека так же привлекательно, как Ялта и Сочи. В той же Гагре и Питсунде в нормальных условиях инвесторы бы дрались за возможность вести бизнес. А каждый бизнес – это работа, это стабильный заработок для местных. Но только не в русском мире. Абхазия, хоть и была признана Россией, но для всего остального мира, естественно, осталась серой зоной. То есть непризнанной дырой вкладывать деньги, в которую сродни безумию. Регион провозгласил свою независимость от Грузии. Это признали лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. Абхазия превратилась в зону замороженного конфликта. В итоге регион, который реально мог бы купаться в деньгах, который год подряд выживает за счет мандарина. Ну и подачек из российского бюджета. Россия, признавшая независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года, ежегодно выделяет безвозмездную помощь этим республикам. Весь бюджет Абхазии – это адсоциация России. То есть 95% уже. Россия оказывает и финансовую поддержку для восстановления нашей экономики. Ничего плохого я в этом не вижу. Но проблема в том, что все эти точечные вливания не делают жизнь жителей Абхазии лучше. Денег хватает только на копеечные зарплаты и пособия. Другими словами, деньги, присылаемые из России, просто проедаются. К сожалению, тема Абхазии, она как-то не обсуждается. Она просто вообще никого не интересует. Я же вижу, как люди живут там вообще, с каким трудом достаются эти деньги. В итоге Абхазия спустя много лет после войны выглядит так, будто бомбежка закончилась вот реально прошлой ночью. Дом без окон, без дверей. Кто там не живет? Видишь, это вот такая вот картинка такая типичная для Абхазии. И здесь нет никакой предвзятости. В свое время от абхазских реалий офигела еще не избалованная лакшери жизнью веселая вдовушка Моторолы Ленка Каленкина. Везде срач и разруха, несмотря на то, что с конца войны прошло 23 года. Хотите попасть в Припять? Welcome to Абхазия. Грязь и разруха давно стали визитной карточкой Абхазии. Когда-то в поселке Акармара жили 5000 человек. Сейчас он выглядит вот так. Кроме того, на оккупированной части Грузии проблемы с качеством воды, отчего приезжие ловят кишечные инфекции одна за другой. Старайтесь пить бутилированную воду и не пренебрегайте правилами гигиены. Ведь с медициной есть проблемы. Но, естественно, ни Соловьев, ни Скобеева, ни другие пропагандисты холопом ничего подобного не рассказывают. Ведь русский мир как раз и строится на обмане. Поэтому по телевизору жизнь в Абхазии слаще сахарной ваты. А Россию там все просто обожают. Россия остается главным экономическим партнером Республики Абхазия. Морские ворота Абхазии распахнулись для российских туристов. Абхазская сторона очень рада тому, что мы наконец-то показали свой российский флаг у их берегов. И такая информационная политика реально играет злую шутку с рядовыми россиянами, которые свято уверены, местные страшно благодарны. Русским за помощь, а значит, устроят гостям из условного Воронежа незабываемый отдых. Там всегда рады российским туристам. Или нет. Здесь мнения отдыхающих разделились. Но отрезвление приходит очень быстро. Еще на границе россияне вдруг понимают, что ожидания чуток отличаются от реальности. Например, по дороге в Питсунду и Гагры туристов пытаются развести на деньги вот тупо по любому поводу. Через пять минут ты здесь стоять не будешь на ногах. На ногах? Да. Если ты меня ударишь, ты сумеешь это сделать? Ты меня пугаешь. Давай машину выгонишь. Причем в теме даже люди в погонах. Штрафы выдумываются просто из головы. И доказать, что это без взятки банально невозможно. Гаишники, как сказать, щипают наших туристов. Потому что на самом деле здесь все друг друга знают. Зарплата у гаишника 10 тысяч. Где ему брать деньги? На туристе. Многие туристы пробуют бороться с беспределом на дорогах. Но фишка любых серых зон в том, что там не работает закон. Люди, которые банально пытаются снять на телефон факты вымогательств, рискуют вместо отпуска провести время в больнице. Уважаемый, вы нарушили правила дорожного движения. Пересеклись в сплошную линию, пожалуйста. Я ее не пересек. Я ее не пересек. Я вам покажу. Предявите документы в сплошной линии. Посольство с двором звоните. Спасибо. А родственникам в это время стоит старательно попотеть за сохранность машины. Ведь в Абхазии угоняют все, что только можно угнать. Машину на длительный срок желательно оставлять на защищенной территории. В результате в местных СМИ то и дело всплывают шокирующие истории. В регионе, который живет за счет российских дотаций, на граждан России идет реальная охота. Меня начала, скажем так, смещать с проезжей части машина и давать сигналами и знаками понимание, чтобы я остановился. И самое, в принципе, литературное из того, что было сказано, это *** и конченый урод. И это не потому, что нам так хочется. Нет. Посмотрите, например, о чем говорят местные или региональные российские СМИ. Туристы, гуляя в окрестностях Мамзычки, наткнулись на старинное кладбище. Решили побродить по нему. Милиционеры их приняли за закладчиков и жестоко избили одного из них. Парня Артема Русских. Его изощренно пытали, топили в реке, угрожали убийством, выбивая признание. Россияне приехали отдохнуть в якобы братскую Абхазию. В итоге одного из туристов больше суток пытали в отделении полиции. Я стою на коленях. Меня сбивают на землю ногами, заколачивают в нее буквально. И что показательно, турист ничего не может доказать. И тем более получить хоть какую-то компенсацию. Пресс-служба МВД заявила, что в ходе служебной проверки установлен факт. Русских доставили в дежурную часть УВД по Гагарскому району для установления его личности. Ведь заработанные россиянами деньги должны тратить исключительно Абхазы. А в обратную сторону ручеек не течет. В итоге у большинства туристов из России в Абхазии случается раззомбирование, но через горе. В какой-то момент появились плоскогубцы с угрозами, что мне вырвут зубы. Потом они принесли дубинку, ее в горло мне засовывали. Зачастую ограбленные, избитые, после пережитых домогательств и вымогательств. Конститутные ситуации, они происходили сплошь и рядом. Со стороны подошел какой-то парень и начал приставать к девчонкам. Ну, то есть положил им руки там на плечи, чтобы ребята наши, естественно, сделали ему замечание. Причем вполне корректно, но это не помогло. У него оказался боевой пистолет. Он начал стрелять. Никакой персонал отеля не пришел на помощь. Российские туристы возвращаются домой и матюкаются на весь дом, слушая сладкие тексты об Абхазии от условного канала «Россия». Привлекает уникальная природа, богатая история, ну и, конечно, местное гостеприимство и доступные цены. Республика в пятерке самых популярных у россиян направлений. Ведь на личном опыте они уже убедились, что слова по телевизору и реальность – это две совершенно разные вещи. И люди думают, а стоит ли при таком отношении содержать таких неблагодарных нахлебников? Но холопов традиционно никто не спрашивает. Их дело батрачить. А кому деньги нужнее – лыныры, дыныры, Приднестровье или Абхазии – это уже боярам виднее. В итоге, пока одни играют в геополитику, страдают и россияне, и абхазы. Одни, как терпило, содержат людей, которые им не рады, а другие, имея от бога, если не все, то около того, годами прозябают в нищете. Ведь русский мир – это типичное вязкое болото с дурным запахом, гнилью и крайне проблематичной возможностью из этого всего выбраться.